Глава Чувашия прокомментировал распространяемые в средствах массовой информации публикации о непочтительном отношении к сотрудникам МЧС. Михаил Игнатьев напомнил, что за последние три года на модернизацию противопожарной и поисково-спасательных служб было выделено более 300 миллионов рублей. В вопросах обеспечения безопасности республика входит в десятку лучших субъектов по стране. За пять лет на территории республики не только не допущены ни одной крупномасштабной чрезвычайной ситуации, но и снизили сами риски их возникновения. Отдельные высказывания меди появляются, что мы пожарные машины вручали за счет приобретения федеральных средств и так далее. Это не совсем корректно, по сути дела. Приобретали мы ежегодно пожарные автомашины и спецавтомобили за счет консолидированного бюджета Чувашской республики и будем это делать. Приобретено 18 автоцистерн, 3 автоцистернные лестницы на базе КАМАЗ и Урал и 69 единиц специальной техники для лесопожарной службы. Кроме того, еще 33 спецавтомобили сняты с боевого дежурства и переданы добровольным пожарным командам сельских районов. Это на уровне сельского поселения. За счет инициативного бюджетирования мы оснащаем, благоустраиваем сами пожарные депо, благодарен нашим жителям, селянам. Мощная поддержка оказывается пожарным, потому что все мы знаем, насколько опасна и ответственна их работа. Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду. Уважительно относился к спасателям и пожарным и буду относиться. Когда в 2010 году были пожаротушения, мы ели и тушенку с кашей вместе, соответственно, во время пожаротушения. Многих я лично знаю, потому что работая первым заместителем представителя кабинета министров, министром сельского хозяйства, заместителем представителя кабинета министров, министром сельского хозяйства, возглавлял комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 8,5 лет практически. И за эти годы у нас практически человеческие, дружеские отношения с этими командами сложились. Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС. Конструктивное взаимодействие специалистов профильных ведомств приносит свои результаты. Благодаря всем этим действиям у нас стабильная обстановка в республике по динамике количества пожаров, и нам удалось снизить количество погибших. На территории Чувасской республики также активно работают средства массовой информации, волонтеры, добровольцы по профилактике пожаров, по профилактике безопасности на водных объектах. И все это дает нам достичь положительных результатов. Так, в области обеспечения пожарной безопасности по итогам 2019 года мы лучшие привозки в федеральном округе, и мы пятерки лучших также в Российской Федерации. Но в то же время хотелось бы, чтобы на достигнутом останавливаться нельзя, двигаться надо дальше. По оснащению техникой эта работа будет продолжена. Но в то же время я хочу обратиться всем нашим жителям, потому что зачастую наша безопасность зависит от нас. В основном гибель людей на пожарах на воде – это человеческий фактор. Хотелось бы, чтобы мы активно включились сами на сохранение жизни своей, окружающих. Чувасская республика в числе пяти регионов проводит оптимальную работу по обеспечению безопасности лесов от пожаров. Обеспечение противопожарной техникой в Чувасской республике в 2018-2019 годах было направлено более 110 миллионов рублей. Это где-то 9 противопожарных машин, 23 лесопожарных комплекса, ну и другая техника, которую она должна обеспечить, было необходимое количество и для обеспечения нормального проведения, подготовки лесопожарной техники к пожарному периоду. На 2020 год дополнительно будет выделяться где-то 27,5 миллионов рублей еще на дополнительное оснащение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!